У меня вот это вот так снимается, я надеваю куртку или кофту, там обратно вот так закручиваю и всё. Это я сама уже для красоты. На руках Натальи браслеты из бисера и кожи. На одном из них написано «Быть киборгом – это красиво и не просто так». Вместо правой руки у девушки бионический протез. Рассказывает, что научилась готовить с ним и даже чистить картошку. Её многократно удобнее, нежели косметические. Я, получается, они, во-первых, неудобные, мешаются, и я их носила только на улицу, чтобы люди не замечали. А потом мне надоело скрываться там, захотелось. Я видела, много смотрела видео, я не знала, что их можно здесь в России получать. Я сначала мечтала только, а потом случайно наткнулась, мне сказали, что можно здесь получить, и я решила попробовать. Девушка является амбассадором одной из компаний, которые представлены на форуме «Ломая барьеры». Он посвящен формированию системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Тут представлены новейшие разработки для людей, у которых есть нарушение слуха, зрения или двигательного аппарата. Наше внимание привлекли стеллажи с ортопедической обувью, которая уже внешне ничем и не отличается от обычной. Мы ломаем эти барьеры, как и называется эта выставка, мы делаем обувь не только практичную, но и стильную, и современную. Мы используем различного рода материалы, дизайнерские принты, которые разрабатываем совместно с дизайнерами, с художниками, и дальше уже пропечатываем эти принты. Вообще, уже несколько лет подряд существует такая теория о том, что люди все-таки должны носить в сердце педическую обувь, вне зависимости от, есть ли у человека патология или нет. Потому что это комфортно, это удобно, это не портит нам ноги, и в старости наши ноги скажут нам спасибо. Хочу сказать огромное спасибо за возможность вот так собираться и на таком высоком уровне обсуждать эти проблемы, в конечном итоге рождать решения, выполнять их и стремиться опять к новым и новым улучшениям в жизни людей с ограничениями. На выставке представлены и компании, которые изменяют город для людей с ограниченными возможностями. Пандусы, голосовые помощники и резиновые обозначения на дорогах, они частично присутствуют и в нашем городе, но все же их не всегда хватает. Фа, она развивается, я даже вчера гулял вечером по городу, у вас уже и адаптация идет, каждый раз все усовершенствуется, соответственно, с каждым разом только все это радует. Какие-то улицы у вас более развиты, да, какие-то улицы, как и в частности во всех городах, они не развиты. Это минимум пандусы, чтобы не было бордюров, тактильная навигация для слабовидящих, чтобы с помощью трости может человек дойти для ближайшего, ну и звуковые светофоры. 2024 год в Башкирии – год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. По мнению главы Башкирии, это возможность обратить внимание на нерешенные проблемы. Мы когда его тоже формировали, мне говорили, ну что вы придумали, вы что хотите сказать, один год будете заботиться, два год не будете? Нет, смысл же не в этом, смысл дать определенную энергию, посмотреть, где у нас накопились нерешаемые в нашей рутинной жизни проблемы. Поэтому мы, на мой взгляд, вот в конце года, когда будем подводить итоги, мне, по крайней мере, кажется, что мы что-то сделали.